всем привет давно не виделись по кулинарным вопросам вот приехали ко мне мои друзья из москвы фирма la russia вот решили показать мастер-класс по приготовлению мяса рецепт называется капля рус как он переводится никто не знает но я подозреваю что это что-то связано или с капитаном или с шапкой капитана вот как мы видим берется мясо это главный ингредиент мясо которое отбивается делается специальные надрезы сейчас вам покажу вот видите сейчас специальные такие надрезы делает того чтобы лучше отбивалась все это дело хорошо отбивает мясо мясо уже предварительно я замочил перед приездаю моих друзей вот она пролежала где-то денек наверно у рассоли в каком-то я уже не помню но рассол стандартной какое-то старое при старое вино лук перец и соль вот все собственно говорят ничего таких секретов нет вот все это мясо нарезается такими плоскими кусочками достаточно длинненькими хорошими отрезается вот ведь она специально делать такие надрезики для того чтобы лучше отбивалась быстро дым 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 отобьет вот уже разогрета на сковорода налили туда подсолнечного масла все это стоит томится вот видишь тихо 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 разогрелась вот одновременно тихо тихо сейчас немного обжарю буквально вот по две-три минутки с одной и с другой стороны обжариваем мясо чтобы она просто схватилась маленький тоненькой корочкой все-таки она была жареная я вот рассказывал сама уже слюна идет действительно это финал пафиоз получается очень достаточно вкусная вещь вот переворачиваю буквально практически в реальном времени вам показать чуть-чуть убыстренно чтобы так много места занимало это видео вот но действительно очень быстро все это жарится схватывается вот одновременно на противень выкладывается фольга желательно полно по полностью закрыть эту этот противень тихо 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 ладно обрезаю вот опять не переворачиваем и сразу же выкладываем на эту фольгу мясо то будет первый слой каплярус ну кап шапка или капитан или мясо по-капитански если хотите вот такое название почему такое название ну никто не знает вот какой есть такой есть уж название каплярус я честно говоря мне нравится каплярус вот выкладываем все это мясо на противень обязательно не надо забивать про пива которые предварительно купили потому что это очень важный вопрос приготовление пусть пожалуй один из самых важных пока готовили мы в общем поменяли пиво дымок пошел лишь хорош хорош ну конечно мы туре заполняем лишь наш крутым мясом теперь естественно как практически в любом продукте связано с морем а каплярус это все-таки мясо по-капитански моряки не могут без лука да и лук очень полезен все мы знаем это дело вот режем лук а видите лук почище же не просто так обратите внимание там попочка осталось сережка для чего правильно того чтобы легче было резать вот режем мелко-мелко-мелко-мелко лук натираем сыр сыр самый мгновенный мы сходили купили продолжаем резать сыр на большой терке достаточно крупным большой достаточный кусок грамм 200 на 150 может быть одновременно сейчас начинаем томить лучок на огоньке таком все дело происходит где на кухне милучок включаем газовую плиту духовочку включаем на семерку пока семерку восьмерка футфуту можно сразу включить на десяточку плотно разогрелась не забываем о продукте под названием пиво лук томится тоже не надо вот обжаривать до черной корки это абсолютно не нужно чтобы он прихватился лука достаточно много и вы результат хорошего поэтому я думаю что никогда не испортит никакой продукт ну вот вот видите вот этот кусок сыра который составляет расходу 220 рублей потратили ну не дешево конечно в общем то но мы уже не часто делаем мясо под названием каплярус а вот за окном есть вот такая погода все замело холодновато а у нас тут хорошо да хорошо тогда было а вот продолжаем все это делать пьем и кушаем закусываем сырком уже у нас практически готов лук он видишь потонился так плотно этим луком первым слоем посыпаем мясо который у нас лежит на противне на фольге засыпаем и по быстренько чуть-чуть ставим в духовку что все это так как бы ну прихватило и знаешь так бывает вот чтобы такой прихват он я бы сказал увеличиваем градусы одновременно у нас тут завалился перец красный а вот я прочитал интернете что кажется красный перец очень полезен когда холодно почему не знаю но надеюсь не врут знаешь как раньше говорит ну газета то уж не врут так и сейчас вот и лишь режем его не резать надо достаточно тонко тушь наша идея такая чтобы сок от этого перца в общем хорошо пропитал наш продукт полностью вот на нарезаемого тоненькими кусочками профессионал работает понимаешь но все у него в руках горит вот сейчас в мясо посмотрел как чего как где на всяком случае палит чуть-чуть подсолнечное масло подсолнечное масло обыкновенно какое было такое или каких-то итальянских масел вот видишь он схватился уже схватился хватило лишь бурлит чуть-чуть очень хорошо прекрасно просто все это делается накануне накануне приезда наших женщин из финляндии вот мы ждем они нам позвонили что они уже подъезжают и поэтому ну вот решили их удивить этим капля рус этим мясом и сверху раскладываем перец короче мы ждем женщины должны сделать вот такую еду и достаточно долгий конечно процесс ну как долгий недолгий но наверное часто вы потратили берем на этот перец кидаем майонезе к сами понимаете майонез зачем правильно затем чтобы все это дело пропиталось хотя в общем майонез я не очень люблю так больших количествах но здесь его я бы не сказал что очень много потому что мясо она уже пропиталась соком от лука и уже схватилось вот но как говорится хуже не будет и все это пропитывается 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 вот мы намазали сверху опять кидаем минут на 7 при скорости нагревать десятка чтобы 10 то не то но видимо вот 10 максимальная скорость почти вот нас есть три помидора они такие сморщенные поэтому очень нам пойдут для нашей работы мы тоже решили их употребить нарезаем помидорчик и не дура вот я когда вижу помидоры я сразу вспоминаю старое время и азербайджанские помидоры ой какая это было вкуснятина просто такие здоровые я не даже не красные а вот видишь во время то засекаем 25 минут мы на начали все это подготовка где-то без пяти шесть скорее всего вот так я думаю да потому что позвонили наши женщины сказали что уже автобус из лаперанты подъезжает обвод на что но не знаю в общем где-то там уже в город въехал нам надо срочно это быстро готовить так вот сейчас мы посмотрим что у нас получилось так 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 мы тоже мы потом уберем в общем схватился 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 вот мы его сейчас сверху слой номер раз два слой номер три вот и так был первый слой у нас мясо естественно главная основная это второй слой это был лук третий слой это был майонез четвертый слой это был перец красный вот так подсмешали с майонезом а вот сейчас уже пойдет конечно же помидоры помидор и добавить такую воздушность я бы сказал всему блюду потому что он все это депо пропитает и будет ну очень мягкая вещь такая ну и теперь последний слой это конечно правильно вы подумали это сыр по-моему российский сыр вот сыр сыром масло не испортишь как говорят вот примерно такой у нас получился пирожок из мяса и в общем-то по большому счету такие вот таких вариантов может быть много но если огурцы может быть туда не пойдут а там может быть мясо может быть рыба что хочешь абсолютно вот мы еще берем час перчика порежем перец такой желтенький все это мы не забываем проверять духовку я одновременно просто это снимая смотрю как там дела в духовке в духовке все в порядке делаем мы салатик такой легенький потому что в общем-то мясо у нас получается дешевле такой достаточно тяжелый такой продукт да вот это вот мясо под шубой капля рус вот и поэтому никаких картошек ничего мы не делаем а вот просто будет салат все оставим духовку и собственно говоря о а вот и приехали наши ребята из финки привезли продуктов разных финских а у нас уже все готово вот сковорчит мясцо все готово все сразу движение народ приехал рассказывает что вот как ехали таможню прошли быстро что в общем и купили зубной пасты сосисок еще что там все это ставится сами понимаете на стол там салатик там рыбку которую они привезли красную все это выкладывается ой вот я смотрю на все это дело и думал ой какая была вкуснятина вот пример вот такое мясо называется это мясо капля рус перевод с абсолютно свободные или мясо по-капитански или мясо в шапке или ну как хочешь так переводи короче но все это дело вкусно все всем приятного аппетита спасибо всем пока всем привет бай бай всем пока Продолжение следует...